Движение декабристов Варяне, помещики выступают с оружием в руках за то, чтобы фактически совершить буржуазную революцию. Задача буржуазной революции, то есть отмена крепостного права, создание парламента, создание конституции, вот все то, чего хотели декабристы, это и есть собственно буржуазно-демократическая революция. Возникает такой вот парадокс. Как они могли во имя идеи, во имя каких-то далеких от них принципов жертвовать собой, жертвовать жизнью, своей свободой? И в этом одна из больших тайн, я бы сказал, русской истории, тайна декабристов, очарование декабристов, их мужество, их готовность отдать жизнь за, в общем-то, благородные принципы, но те принципы, которые для них самих не имели большого практического значения. Борисов Николай Сергеевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России до начала XIX века Исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Если приглядеться повнимательнее к русской истории этого периода, то, конечно, мы увидим, что декабристы появились, ну, как говорится, не на пустом месте. То есть, во-первых, это война 1812 года. Война 1812 года, как говорил декабрист Якушкин, все мы дети 1812 года. Она вызвала большой патриотический подъем. И вот этот патриотический подъем выразился, в частности, в том, что молодые офицеры, лучшая часть русского офицерства, они хотели сделать что-то хорошее своему народу. Еще одним фактором является, конечно, то, что русское дворянство, а офицерство это и есть дворянство практически, русское дворянство впервые в таких широких масштабах познакомилось с Западной Европой. Несколько лет русская армия была за рубежом, и они видели, как живут там люди, и они понимали, что даже в военное время люди живут там более свободно, более, так сказать, комфортабельно, чем в нашей матушке России. Поэтому, конечно, огромное такое вот значение, я бы сказал, созидательное имело то, что это были люди, знавшие Европу. Они все были патриотами России, но им было чем сравнивать. Затем, конечно, еще тут имело значение то, что русские офицеры имели привычку создавать тайные общества. Эти тайные общества, они создавались иногда по образцу западноевропейских обществ. Иногда это были такие артели, так называемые, то есть просто ради каких-то материальных благ офицеры собирались, создавали такую общую кассу, нанимали общую квартиру, ну, для экономии, в общем-то, небогатых иногда офицеров. И вот эти вот офицерские общины, офицерские тайные собрания, они, конечно, тоже давали почву для того, чтобы на этой почве могла вырастить декабристская организация. Так что были предпосылки создания этого движения в нашем русском обществе и в настроениях нашего российского дворянства. И вот на этих предпосылках начинают возникать уже первые декабристские организации. Первая организация «Союз спасения». Она была создана в 1816 году. У истоков этого дела стоял Трубецкой, Якушкин, Муравьев-апостол, просто Муравьев Александр Николаевич. То есть это были люди в хороших чинах, люди, которые имели награды, ордена. Но им хотелось достичь каких-то более возвышенных целей. И вот создается «Союз спасения». Там насчитывалось, ну, примерно человек 30 в лучшие времена. Они пытались сделать какие-то движения, чтобы заставить правительство пойти на уступки. Но скоро они убедились, что их слишком мало для того, чтобы правительство их замечало. И вот «Союз спасения». Он существовал два года. С 1816 по 1818 год. Потом «Союз спасения» был распущен. По разным соображениям внутреннего такого характера они решили, что надо создать более открытое общество. И с этой целью преобразовали «Союз спасения» в «Союз благоденствия». «Союз благоденствия» насчитывал уже около 200 человек. И главное, что «Союз благоденствия» имел такие, ну, как бы мы сказали, филиалы. То есть открытые общества, которые не ставили себе, по крайней мере, формально каких-то политических целей, но которые были очень полезны для воздействия на общественное мнение. Вот тут у декабристов родилась идея, что надо изменить русскую жизнь с помощью перемен в общественном мнении. Ну, общественное мнение – это, прежде всего, конечно, мнение столичного дворянства. Декабристы строили свои программы в основе, конечно, на идеях французских просветителей. Свобода, равенство и братство – это девиз Великой Французской революции. И вот на этой идее построена была их теория, если можно так выразиться. Ну, а что касается применения этого к России и к российской реалии, то для России тут было три пункта, по которым, собственно говоря, они выдвигали свои требования. Это отмена крепостного права, на этом все однозначно сходились, и северные, и южные. Затем создание парламента двухпалатного, народные вещи, Государственная дума. Ну, и третье – это, конечно, Конституция, в которой должно было все это быть зафиксировано. А главное, что Конституция – это верховный закон, и что нет самодержавия, и сам государь подчиняется Конституции, то есть Конституционной монархии. Вот это были их базовые принципы, а уже внутри этих принципов каждый из них уже какие-то нюансы предлагал свои. И вот еще в 1821 году возникают две декабристские организации, которые, ну, условно принято называть Северное общество и Южное общество. Северное общество возглавлял, таким теоретиком Северного общества был Никита Муравьев. В Южном обществе наиболее крупной фигурой был Павел Иванович Пестель. Муравьев и Пестель создали программу, каждый свою. Программа Северного общества отличалась от программы Южного, поэтому они так и не могли объединиться до самого конца. Ну, в чем была разница? Разница была в том, что программа Пестеля была более радикальной. Пестель предполагал превратить Россию в республику, немедленно отменить крепостное право, отобрать у помещиков землю без всяких компенсаций. То есть эта программа более радикальная, в то время как Никита Муравьев предлагал оставить Россию монархией, но сделать ее конституционной монархией, сделать сильный парламент, который бы контролировал императора. Но при этом император остается главой вооруженных сил и имеет еще много всяких полномочий. То есть конституция, как ее называют Никиты Муравьевым, более мягкая, более либеральная, чем радикальная русская правда Пестеля. Все это шло, я повторяю, так, что называется, ни шатка, ни валка. Но тут события ускорились в результате неожиданных происшествий. А происшествие состояло в том, что осенью 1825 года император Александр I по обыкновению совершал объезд российской своей империи. И вот во время одной такой поездки царь Александр I в Таганроге внезапно заболел и скоропостижно скончался. Александр I скончался и наступает междуцарствие. Наступает такое странное время, когда Россия осталась без царя-батюшки. И ситуация усложнялась тем, что не вполне понятно было, кто же должен быть следующим. Потому что дело в том, что у Александра I было три младших брата. Значит, следом шел Константин Павлович, потом Николай Павлович и потом Михаил Павлович. Вот, значит, три брата, если он умирает, три брата могут быть претендентами на трон. Но дело в том, что Константин Павлович, следующий по старшинству, он отрекся от такой перспективы. И еще при жизни Александра он написал официальное отречение. Николай знал об этом, но он не уверен был в том, что Константин выдержит это обещание. Потому что Константин Павлович был человек очень причудливый. Николай долго не соглашался. Он принес присягу Константину. Ну и вот, пока шла вся эта, так сказать, разборка, декабристы поняли, что наступил такой момент, когда они обязательно должны что-то предпринять. И вот здесь интересные сохранились воспоминания Ивана Ивановича Пущина, одного из видных декабристов, лицейского друга Пушкина, автора интереснейших записок об этом времени. Так вот, Иван Иванович Пущин там говорит примерно следующее. Он говорит, что когда возникло вот это междуцарствие, то мы поняли, что история дает нам шанс. И что мы должны этот шанс использовать. И если мы сейчас ничего не сделаем, то в полной мере заслужим у истории звание подлецов. То есть это был вопрос чести. Получалось так, что если они не выступят, то они несколько лет говорили, болтали, разные проекты строили. А вот, пожалуйста, судьба им бросила такую уникальную возможность. И они от нее отказались. Так что я повторяю, что они выступили с очень таким, знаете, странным намерением. Им нельзя было не выступить, но нельзя было и победить. Потому что они понимали, что если они победят, ну допустим, они захватили Зимний дворец, они арестовали царскую фамилию, они создали там временное правительство. Допустим, все это они сделали, так сказать, как следует. Но что дальше? А дальше они начинают свои преобразования, крепостное право и все такое прочее. И разумеется, правящий класс выступит против. И тут же появится где-нибудь в Киеве или в Харькове какой-нибудь генерал, там, условно говоря, генерал Деникин появился через сто лет после этого. И этот генерал начинает войну. Ну, и правящий класс распадается на две части. То есть, маячила впереди опасность гражданской войны. И они это понимали, что если они победят, то логика процесса приведет их к гражданской войне. Поэтому я повторяю, что они оказались в таком странном положении, когда и не выступить нельзя, и выступить, и победить тоже нельзя. Ну и вот они просто принесли себя в жертву. Они решили выйти, чтобы показать, что мы готовы жертвовать собой. Но пока они стояли на площади, они ничего не делали не потому, что они такие беспомощные, боевые офицеры, которые имели награду, все. Они не могли захватить власть, потому что они вдруг поняли, что захват власти – это гражданская война. Гражданская война – это гибель сотен тысяч людей в России. Поэтому логика процесса привела к тому, что Николай согласился принять трон, Николай вызвал верные ему войска, призвали артиллерию, и прямой наводкой к артечию стали стрелять по стоявшему на площади. Примерно три тысячи было мятежных войск. Естественно, они тут же разбежались при первом же выстреле, потому что никому не хотелось жертвовать собой, когда перед тобой стоят пушки. Что дальше? Дальше было следствие несколько месяцев. Затем объявлен был приговор уже летом 826 года. Это тяжелые были там, конечно, наказания. В общей сложности около 120 человек подверглись разным наказаниям. Самые тяжелые – смертные казни. Пять человек – Каховский, Рылеев, Пестель, Бестужев, Рюмин и Муравьев-Апостол. Пять наиболее активных участников движения. Причем второе восстание ведь было через две недели после Петербурга, там на юге еще в Черниговском полку был мятеж. И вот как раз Бестужев-Рюмин, Муравьев-Апостол, они организовали этот мятеж Черниговского полка, так называемого, на юге. И таким образом это движение было подавлено. Но возникает вопрос, как оценивать его историческое значение. Историческое значение движения декабристов, безусловно, велико. Они не изменили общественный строй России, но они положили начало революционной традиции в России. И следующее поколение русских революционеров, уже оглядываясь на опыт декабристов, оглядываясь на их мужество, уже строили другие планы, уже строили другие программы. Но тем не менее этот этап в истории освободительного движения в России, декабристский этап, он был необходим. Они стали частью истории. Редактор субтитров А.Семкин